Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас семинарское занятие. Сегодня мы закончим изучение экономической теории Маркса. Забегая вперед, хочу сказать, что это только самое начало. Об этом еще поговорим. К семинару необходимо было написать контрольную работу. Проверены все работы, которые поступили в нашу систему дистанционного обучения по состоянию на 9 утра сегодняшнего дня. Это 93 работы. На оценке все выставлены, замечания написаны. Обращаю внимание, что три файла не открылись, поэтому, когда вы вернетесь домой или слушателе, посмотрите, пожалуйста, и исправьте ситуацию. Итак, план на эти два часа. Значит, мы должны еще раз вкратце рассмотреть основные понятия, основные тенденции развития капитализма и перехода его в последнюю стадию, высший империализм, и обсудить некоторые проблемы, которые есть у нас в России, и, так сказать, во всем мире, и более желтые пищи, на ваш взгляд. Поэтому, поскольку семинарское занятие, я буду спрашивать, вы будете отвечать. Как-то все напряглись, я думаю, не все напряглись, незамечательно. Итак, значит, мы опираемся на то, что капитализм, как и все в обществе и в природе, это развивающееся явление, развивающееся. То есть оно когда-то родилось, выросло в недрах феодализма, проходит свои этапы, и затем ему приходит на место более высокая формация, более высокий способ производства. Значит, мы изучали империализм. Кто может рассказать, откуда он появился? Ну, появился, так сказать, более ранний стадий капитализма, понятное дело. Что такое там происходило, вкратце, и что из себя представляет империализм? Кто возьмется рассказать? Пожалуйста. Турясев, Александр. Итак, для того, чтобы понять природу империализма и превращение капитализма в свободный конкуренция, в соответствии с этой формой, начать следует с двух факторов. Первый – это конкуренция между сформировавшимися капиталистическими предприятиями. Причем, как конкуренция между различными производителями сходных товаров, так и конкуренция между производителями с промышленным капиталом с одной стороны и торговым капиталом с другой стороны за перераспределение прибавочной стоимости. Второй момент – это влияние уже становившегося капиталистическим государством и формирующаяся еще на этапе капитализма свободной конкуренции колониальная политика. Все это вместе привело к тому, что, во-первых, в ходе конкуренции и в ходе колониальных захватов и ограбления колоний выделилась относительно узкая прослойка капиталистов, богатых и чрезвычайно богатых даже на фоне своих конкурентов. И, во-вторых, начались процессы объединения промышленного капитала и торгового. А также здесь следует упомянуть возрастание роли капитала банковского, который сформировался параллельно с ними и чрезвычайно вырос именно за счет расширения колониальной торговли и за счет сращивания уже на том этапе с государством, я, собственно говоря, не введу британскую, голландскую, остинские компании в первую голову. Таким образом, уже на этапе свободной конкуренции наметилась тенденция к, во-первых, укрупнению предприятий в результате поглощения выигравшими в конкурентной борьбе своих конкурентов, и, во-вторых, сближении в дальнейшем слияния торгового, промышленного и банковского капитала при все взрастающей роли банковского. Собственно, о переходе капитализма в фазу империализма можно говорить в тот момент, когда концентрация производства достигает таких значений, что можно говорить о появлении монополий с одной стороны и, с другой стороны, слиянии этих монополий промышленных и торговых с формирующимися банковскими монополиями, то есть появлении финансового капитала. Да, стоит еще дополнительно уточнить, что уже в момент своего появления этот самый финансовый капитал по определению крупный был теснейшим образом связан с государством. Замечательно. Если подытожить вывод, если дать самое короткое определение империализма, это что такое? Империализм – это капитализм эпохи господства финансового капитала. Замечательно. Можно еще немножко… Монополистически. Вы уже более конкретизируете. Финансовый капитал – это следующий этап развертывания понятия империализма. В таком случае… Самое короткое, самое первое, основное. Монополистически. Совершенно верно. То есть, если сказать коротко, что такое империализм? Это монополистический капитализм. Или капитализм на той стадии, когда монополии составляют основу лицо. То есть, империализм… Если смотреть происхождение этого слова, там присутствует корень империя. Очень часто публицисты говорят, вот там империя такая, сякая, СССР империя была, и Соединенные Штаты империя. Но это, конечно, не точно. Публицистам это можно простить. А научный термин, научное понятие империализма – это монополистическая стадия капитализма. А если развертывать, разворачивать это определение, то кто может вспомнить? Развернутое определение, данное Лениным, в работе империализма как высшая стадия капитализма. Я могу перечислить свойства. Вот признаки – это свойства. Это и есть, будет развернутое, расширено определение. Зимина, Дина, значит, как было уже сказано, что империализм – это монополистический капитализм, соответственно, монополизм – это первое его свойство. Второе его свойство – это сращивание промышленного капитала с банковским, образование финансового капитала, и, соответственно, выделение простойки финансовой олигархии. Третье свойство – это преобладание вывоза капиталом и вызовом товаров. Соответственно, вывоз товаров был характерен для капитализма свободной конкуренции, а вывоз капитала означает завоевание рынков, так сказать, за пределами стран, в которых базируется монополия. Далее, следующий – это экономический и территориальный раздел мира между монополистами. – Так, все, да? Ничего не забыли? – Что-то там было еще. – Нет, все правильно. – Не помню. – Все правильно. – Ну, давайте мы остановимся на ряде таких наиболее, наверное, острых вопросов, которые сейчас и задаются, и дискутируются, в том числе с разных сторон, и, прежде всего, со стороны буржуазии, хапологетов. – Вот первый такой вопрос, что Леон когда эту теорию создал, раскрыл, обосновал? – Более чем сто лет назад. Сколько воды утекло, сколько времени убежало, более сто лет, времена изменились. Причем, кто это говорит? Ну, те, кто сторонники диалектики, все же в развитии находится, правильно? Поэтому все, что было сто лет назад, это уже ничего нет. Никакого империализма нет. Вот самый любимый, сказали бы, тезис, говорят, нет сейчас монополии. Нет вот этих империалистических хищников. Соединенные Штаты Америки, Германии, Франции, а есть транснациональные корпорации. Слышали, наверное, такое ТНК? Вот, когда ты включаешь телевизор или радио, или в интернет смотришь, вот ТНК, глобализм, все такое глобальное, да? Вот ТНК, такие спруты непонятные, которые весь мир вот так вот со всей стороной обхватили и высосывают. Вот давайте разберемся, что такое ТНК. Вот они действительно есть вроде как. И что, они отменяют природу империализма? – Это и есть монополия. Просто на несколько стран. – Ну, они же транснациональные. Они же не в одной стране, они щупальцово все страны пустили. – Так даже Ленин, по-моему, упоминал, что уже объединяются не только внутри государства, но и между государствами какие-то компании. – Ну, вот-вот и дошли до того, что нет у нас империализма в США. А есть некие транснациональные, транс – это значит наднациональные. Нет американского империализма. Нет французского. Германского нет. И английского нет. А есть такие вот непонятные транснациональные корпорации. Над всеми стоят. Вы на правильном пути. Здесь стоит вспомнить, что Ленин писал в «Империализм как высшая фаза капитализма». О том, что финансовый капитал уже в тот момент подчинял себе государство через своих ставленников в правительство, через приглашение чиновников в советы директоров и так далее, и так далее. Так транснациональные корпорации, будучи группой разнообразных, совершенно разнообразных корпораций под руководством единого, в первую очередь, финансового центра, это и есть тот самый финансовый капитал, разросшийся до международных размеров. Но он базируется где-то в определенном месте. Как правило, в Соединенных Штатах Америки. В какой-то конкретной стране. И именно эта страна, именно это государство обеспечивает наилучшим образом сохранность капиталов, сохранность свободных средств и защиту интересов. Совершенно правильно. Вот и ответ, вот такой противоречий небольшой. То есть, что такое ТНК? Транснациональные корпорации. Они международные по сфере деятельности. То есть, они не в одной стране, не в десятке, даже в сотне стран. У нас там 200 с лишним стран. Вот они еще были, туда и распространили. А по своему происхождению, по своему национальному происхождению, кто они? Принадлежат какой-то одной стране. А если туда еще копнуть, там стоят конкретные капиталисты, либо государство, совокупные капиталисты, либо такционерное общество. Вот какую мы компанию не возьмем, любую называть, мы увидим национальных лицом. На прошлом занятии мы говорили о компании Боинг. Весь весь мир поставляет самолеты. Какая это компания по своему национальному лицу? Американская, конечно. Возьмем какие-нибудь нефтяные компании. Royal Dutch Shell, по названию можно догадаться. Международная нефтяная монополия. Королевская. Да. Дача. Индарная, да. Тоже возьмем Газпром. По национальной принадлежности на какая-то монополия эта? Монополия, да. Российская? Российская. Поставляет товары 120 стран. Ой, извиняюсь уже, это было два года назад. 130 стран. Представляете? Вот так вот. 130 щупалится. Высасывать прибыли. Ясно с этим вопросом, да? Идем дальше. Вернемся к работам слушателей. Что там я обратил внимание? Есть небольшие нюансы. Итак, финансовый капитал. Это что такое, кто скажет? Вот сейчас несколько человек написали, что первый признак это образование монополий. Прежде всего в промышленности. Затем второе, это образование финансового и промышленного капитала. Вот так ли это? Точно это или не точно? Финансовый это промышленный, сроченный из банков. Совершенно правильно. Здесь небольшая неточность. То есть финансовый капитал, это банковский капитал, монополистический тоже. Сросшийся с промышленным капиталом. Ну а финансовый олигархи это представители финансового капитала. Второе, вывоз капитала. Вот один товарищ написал, слушатели. Это организация производства в других странах, буржуазии империалистических стран с целью эксплуатации рабочего класса этих стран. С целью эксплуатации рабочего класса этих стран. Ну и цель-то прибыли? Конечно. Цель капиталистического производства какая? Получение прибыли. Можно сказать, получение прибавочной стоимости. А вот за счет чего она получается? За счет эксплуатации наемных рабочих, рабочего класса. Ну вот один слушатель, даже назову его Терехов Никита Андреевич, очень внимательно слушал лекцию и подметил то, что я упустил. А я это сделал сознательно. Он написал, не стоит путать политэкономическую категорию вывоз капитала с вывозом денег, ну или с выводом прибыли, с выводом капитала. И это правильное замечание. Оно, так сказать, применительно к России. Я специально это оставил в проблеме. Семинарское занятие. И с учетом того, что Дмитрий Олегович задавал вопросы, мы после занятия еще немножко там пообсуждали по амортизации. Вот давайте мы сейчас обсудим такую большую проблему. До конца этого часа. Значит, капитализм. Это вот с одной стороны такой эксплуататорский строй. Совершенно понятно, очевидно. То есть он стоит на том, что из наемных рабочих высасывают все соки. Но с другой стороны, это форма развития производительных сил. Так ведь или не так? Это строй, который, так сказать, более высокий по отношению к тому же феодализму. Нельзя же сказать, что все хуже, хуже, все падает и так далее. Определенное развитие идет. То есть оно противоречивое, в основе которого лежит эксплуатация. То есть, кстати, что такое эксплуатация? Вот мы здесь спорили, вроде как в кругу тех, кто и капитал прочитал, и много чего знает. Вопрос на засыпку. Есть и такие основные понятия, основополагающие понятия политической экономии, марксизма. И вот я себя ловлю на мысли, вроде бы все очевидно, а потом всплывает где-то в дискуссии, в полемике. Что такое присвоение чужого труда? Жизнь чужого труда. Совершенно правильно. Ну, можно добавить безвозмездное присвоение. Совершенно правильно. Возвращаемся. Значит, уточнение. Да. Просто безвозмездное присвоение. Потому что, говорят среди прочего, эксплуатации природных ресурсов. То есть, это можно и так звучит. Можно, наверное. Речь идет, конечно, не о ресурсах, о труде. Нет, я просто очень часто на это натыкался. Поэтому я задал вопрос. Эксплуатация, речь идет о присвоении чужого, прибавочного труда. А вот формы эксплуатации различные. Мы с вами расстанавливались в прошлом году. Вот как при феодализме. Чистые отношения, прозрачные. Все там ясно. Вот эти дни отработаешь на участке помещика. Все там, что выращено, будет принадлежать помещику. А вот твой участок. Другие дни отработаешь, все чисто. Понятно, как разделено две планетки. А эксплуатация в туристическом производстве, она прикрыта. Прикрыта вот этой вечной оболочкой. И, в общем, мы имеем превращенную форму. То есть все снова на голову поставлено. А можно вопрос? Сразу в таком. Неэквивалентный обмен. Можно считать форму эксплуатации? Нет. Почему? Эксплуатация, она основана на эквивалентном обмене. И там обмана нет. Неэквивалентный обмен – это обман какой-то. Кто-то кого-то обманул. Просто обман. То есть это не считается эксплуатацией? Конечно. Эксплуатация, основа эксплуатации, давайте вернемся. На чем она стоит? На равенстве. На эквивалентном обмене. В том-то вот обман получается. Можем сказать обман. На поверхности все это правильно. Встречается два владельца товаров. Равные. Один имеет средства производства и денежки. А другой ничего не имеет, кроме своей рабочей силы. Они заключают договор. Вот тот, кто ничего не имеет, а имеет рабочую силу. Он же волен отказаться? Волен, пожалуйста. Может продать этому, а может продать другому. Вот они заключили сделку. Равную. Один продал свою рабочую силу, которая является товаром. Другой ему какую-то сумму денег дал за это. Все, и разошлись в сторону. Это потом выясняется, что тот, кто купил товар рабочая сила, капиталист, купил он на время ее. А раз он купил товар, он может пользоваться им. И, соответственно, результат труда, использование рабочей силы кому принадлежит? К тому, кто купил ее хотя бы на время. И вот в этом продукте, ну, соответственно, в труде, который стоит за этим продуктом, длилит некоторый избыток, который безвозмездно присваивается этим самым капиталистам. Вот здесь какой фокус. Что-то на поверхности не лежит. На поверхности все правильно. Так в Трудовом кодексе Буржуазной России. Что там сказано? Награду за труд. Нет, вознаграждение. Ой, да вообще даже. Ну, написали, ладно, плата за труд. Понятно, если плата за труд, то за весь ваш труд. А здесь даже вознаграждение. Спускаются с невест, говорят, мы вас награждаем. Вот у нас на Красном Радио в воскресенье, в субботу я выступал, отвечал на вопросы слушателей. Вот был вопрос, что такое товарный фетишизм. Товарный фетишизм – это такое специфическое явление, свойственное для системы товарных отношений, ну, соответственно, капиталистических. Вот эти отношения между людьми, производственные отношения, возникающие в процессе производства, на поверхности общества выступают как отношения между вещами, между товарами. Это с одной стороны, с другой стороны, все переворачивается с ног на другую. Все превращается в совсем другое. Вот какое отношение не возьмите к капиталистическому производству, все, так хочется сказать, извращено, нет, превращено. Хоть товар, хоть капитал. Заработная плата. В Трудовом кодексе. Кто является работодателем? Капиталист. Капиталист. А кто на самом деле работу дает? Рабочий. Рабочий. Вот я даже себя ловлю на мысли. Там иногда, в разговорах с коллегами, с друзьями, о зарплате пойдет речь. Когда там у вас аванс будет? Я говорю, да вот аванс там у нас, 20-го числа платят. Аванс, это что такое? Это труд, который человек произвел. Нет, аванс. Саранее. Оплата вперед. Оплата вперед, да. Вот к вам пришли, вы решили дома ремонт сделать. Пригласили мастеров. Вот они требуют аванс. Что вы дали, оплатили вперед. А на заводе вот вы пришли. Вы доставили на торгах как минимум две недели. Правильно? Через две недели дают аванс. Дают через две недели аванс. Зарплату. Это вы авансировали капиталиста. Помимо того, что то, что вы произвели, там уже в этом товаре заключен в продукте, ваш прибавательный труд, который он присвоил безвозмездно, он еще и на этом выигрывает. Он вам плачет через две недели. Здесь много всяких хитростей. Возвращаемся. Несмотря на это, все капитализмность, форма развития производительных сил. И давайте в обращенной модели мы посмотрим, как это происходит. С учетом вопросов, которые задавали слушатели в контрольных работах, мы на прошлом занятии начали немного говорить об амортизации, но я чувствую, что не совсем все будет разъяснено с моей стороны. Итак, поставим себя на место капиталиста. Он же организатор производства. Рабочий это так, по боку. Как выясняется, рабочий скорой не нужно будет, и вообще их нет. Но это отдельный разговор. Не будет времечко, я вам приведу статистику, расскажу эту ситуацию. Значит, у капиталиста есть первоначальный капитал, сумма денег, на котором что покупать? С одной стороны, постоянный капитал, это средство производства и рабочая сила. В ходе производства производится какой-то продукт, ведь это не единовременный акт производства, а это постоянно возобновляемый процесс. И что должен сделать капиталист? По истечении определенного времени. Первое. Это восстановить, возобновить потребленные в ходе производства средства производства, то есть технику. На средства производства ключевую роль играют основные средства, или основные фонды, основной капитал. Основной капитал, это капитал вложенный, скажем, в здания, сооружения, в технику, станки, передаточные устройства и так далее. Это не электроэнергия, это, так сказать, оборотная среда. То есть то, что служит много лет и стоит достаточно много. Но оно же изнашивается. Вот этот процесс есть изнашивания, да, основных средств есть. Ну, самый простой, к примеру, дома все у нас изнашивается. Техника бытовая в ходе потребления, в ходе ее использования изнашивается. Изнашивается. Велосипед изнашивается, с автомобилей и так далее. И что должен делать капиталист? Отчислять. Что отчислить? Отчислить. То есть восстанавливает стоимость вот этого. Виновит. То есть есть такое явление экономическое, которое называется амортизацией. Что это такое? Ну, точное понятие. Амортизация? Не умирание. Это в основе износа. Восслуживание. Не умирание. Вот это точнее. Это процесс... Это, если быть точным, процесс переноса стоимости средств производства на готовый продукт. Вот смотрите, вот стоит станок. На нем рабочий производит детали. То есть он свой труд живой вкладывает и своим живым трудом создает новую стоимость. Новая стоимость – это эквивалент своей заработной платы и прибавающей стоимости для капиталиста. А станок как? А вот с рабочий, с конкретным трудом, переносит стоимость, которая вложена была, первоначальная стоимость этого станка на готовый продукт. На готовый продукт. То есть вот станок изнашивается. Это, скажем, основа такая физическая, физическая, моральная износа. А стоимость переносится. Если станок служит 10 лет и стоит, предположим, миллион рублей, то что должен делать капиталист? Каждый год по 100 тысяч эти денечки он должен откладывать в амортизационный фонд, чтобы через 10 лет, когда этот станок полностью износится, купить новый. Это очень упрощенное, так сказать, понимание, ну такое, чтобы уложилось, отложилось в голове. Понятно, с этим делом. И такие процессы идут. Вот я там цифры написал, потом мы с вами поговорим об этой проблеме. Но восстановление того, что было, это только простое воспроизводство. Что такое простое воспроизводство? Это воспроизводство в неизменном масштабе. Но если мы говорим, что капитализм это форма развития определенного, что нужно расширяться? А как идет процесс расширения производства при капитализме? За счет чего? Как он называется? Вот технический прогресс, он, скажем, техническая основа. Везде идет, всю жизнь. А вот экономическая форма. За счет чего? Расширение производства. Так вот, за счет чего идет? В какой форме идет расширение? За счет чего? То есть восстановление основных фондов. За счет процесса амортизации и создания амортизационного фонда. А расширение? Увеличение производства при капитализме. Прибавочная стоимость за счет накопления. Накопление есть такое вульгарное, обыденное понимание накопления. Когда мы зарплату чуть-чуть откладываем куда-то, либо под подушку, либо в банк относим. А есть политэкономические тенды, связанные с капитализмом, с развитием капитализма. Накопление – это превращение части прибавочной стоимости в новый капитал. Новый капитал. То есть, совершенно правильно вы сказали, капиталист получает прибыль. И вот она должна делать прибыль, на какие части. Первая часть – то, что капиталисты используют на свое личное потребление. Ну и понятное дело, что потребность у капиталистов – личность. Кому-то можно купить дворец в Монако, яхту, поменьше капиталистов – виллу в Испании. У кого еще поменьше – на рублюшки деньги, пара мерселинцев и так далее. Это же нужно. Святое дело. При капитализме живем. Но если эти капиталисты живут не сегодняшним днем, все-таки у них же есть свои дети, сверотники, они должны развивать капитализм. Часть прибыли они обязаны управлять на увеличение, расширение производства. И это называется накопление. Накопление капитала. И что у нас происходит в нашей стране? То есть, это в теории, так? А что у нас в жизни вот сейчас? Вот я подготовил такую таблицку. Специально вчера посидел. Сейчас статистика. Рекомендую иногда заходить на сайт Федеральной службы государственной статистики. Коротко называется Росстат. На сайт Центрального банка Российской Федерации. И листать все эти статистические материалы. Сейчас их очень много. Их надо через сито просеивать. Но это очень интересно и полезно. Значит, период 2007 по 2018 год. 12 лет. Первый вопрос. Почему я сделал 12 лет? Ответ очень простой. Вот есть основные фонды, основные средства. Ну, в среднем, чтобы капиталистическая экономика развивалась, вот они должны обновляться раз в 12 лет. Как минимум. Лучше раз в 10 лет. А еще лучше раз в 8 лет. Что у нас происходит с Россией? Вот на сайте Росстата нашел такую информацию. Называется коэффициент обновления основных фондов. Основные фондов, основные средства. О чем мы говорим? Значит, за эти годы от 3,9% до 4,5%. Мы будем считать 4%. Что это означает? 4% коэффициент обновления. Это значит, каждый год обновляется только 4% основных фондов. Значит, за сколько лет российские капиталисты обновляют или обновят все свои фонды? Совершенно верно, за 25 лет. За 25 лет весь мир уйдет вот туда уже. То есть мы находимся в положении, не мы, российский капитализм догоняющего. Значит, темпы должны быть обновлений для российских капиталистов еще более высокие. Они делают раз в 25 лет. Это еще, так сказать, улучшает основания. В итоге, в итоге, это дополнительное дело. Вот есть такой показатель степени износа основных фондов в Российской Федерации. Износ? Это полностью изношенный. Вот в нашем примере станок, который куплен, срок службы которого 10 лет. Это не значит, что наши капиталисты вот купили станок, он отработал 10 лет, его выкидывают. Нет, он работает и 15, и 20 лет, и так далее. Такой степень износа. В 47,4 десятых в 2018 году почти 50%. То есть каждый второй станок у нас уже изношен. В общем, в 90-м году это был 35. То есть степень износа увеличивается. О чем это говорит? Уже сразу мы должны догадаться, что куда-то вот они прибыли. Возвращаемся сюда. Вот можете меня потом проверить на досуге. Значит, за 12 лет в амортизационный фонд российские капиталисты направили 48,7 триллиона рублей. Триллиона, не миллиардов. Огромной суммы, да? Как это происходит в процессе? Ну вот, например, берем в 17-м году, основных фондов было 195 триллионов рублей. То есть в 18-м году они направили в амортизацию 6 триллионов. Одно делим на другое, получается сколько? Это 3,5%. Вот как мало всего. Ну не важно. И это, как говорится, живые деньги. Как это происходит на практике? Сидит бухгалтер на предприятии. У него табличка, список основных фондов, есть срок службы их, норма амортизации. Есть два вида амортизации. Вот в налоговом кодексе Дмитрий Ильич, наверное, причитал. Есть линейный, есть ускоренный. Не будем брать ускоренный. Линейный, это вот равномерный. Как мы в примере взяли. Станок служит 10 лет, стоит миллион рублей. Значит, каждый год по 100 тысяч надо откладывать. Что значит 100 тысяч? Куда я вот, бухгалтер, выписал 100 тысяч, куда они поставят? Он их заложил в издержки производства. В издержки производства, она что есть? Затраты на основные средства, затраты на заработную плату, на налоги и так далее. В том числе, вот есть отдельная статья, амортизация основных средств. Вот там заложено 100 тысяч. Заложили. А что надо заложить в издержки производства? Значит, они оказались в цене производства. То есть, в цене выпускаемых товаров. Капиталист реализовал товары, получил что? Деньги. И вот он очень много денег получил. Из этих денег выплачена заработная плата, авансы. Авансы выплачены, да? Авансы. Заработная плата генеральному директору и так далее. Налоги буржуазному государству надо платить? Конечно, надо платить. Отчисление фонда социальное. Можно как бы все это делать. Потом врачам, учителям и так далее. Пенсионерам. И много чего другое. И вот осталось у них 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей. Это что значит? Куда он их должен отправить? Вот в этот амортизационный фонд. И копить их, чтобы потом... Купить этот вышедший из строя станок. Так вот, в амортизационный фонд направлено. Здесь хорошие цифры, можно округлять. Давайте так, чтобы запомнить. 50 триллионов рублей. Около 50. За это же время прибыли получены. 97. Это чистая прибыль. Грязная прибыль. 122 триллиона рублей. 20% идет налог на прибыль. Буржуазному государству. Вообще, как... Государственного бюджета. Чистыми капиталистами в 97 около 100. Значит, получается приблизительно 150 триллионов. И вот дальше давайте рассуждать. Значит, вот эти деньги должны идти на восстановление, на простое восстановление этих фондов. Но не все сразу, а частями. Понятное дело, да? В нашем примере, в единичном. Вот 10 лет как бы он должен копить, и потом купить. На самом деле, капиталистов много. И капиталист не так вот сразу купил в какой-то год. Он тоже подкупает. И все это как бы размазывается. То есть вот этот фонд, на самом деле, он растет. И оттуда все больше капиталист должен забирать. Что касается прибыли. 97 триллионов. Вот в моей голове сумма от нее укладывается. Весь государственный бюджет годовой. Меньше 20 триллионов. Годовой. Здесь вот такая сумма. Значит, вот берем считать. Россия, буржуазная Россия, это отстающие государства. Нужно догонять развитые страны. Значит, сколько нужно отправлять на накопление? 50 процентов, не меньше. Не меньше. Значит, берем половинку. Сколько получается? Наши эти половинки. Значит, 48 с половиной. Тоже округлено. 50 триллионов. Значит, вот будем считать, что 50 и 50, грубо говоря, это вот те деньги, 100 триллионов рублей, которые за 12 лет накопили российские капиталисты. Из этих 100 триллионов они должны, ну, львийную долю уже направить на развитие. То есть она должна разделиться на две части из 100 триллионов. Часть уже должна быть давно туда, на расширение производства. Часть должна лежать на счетах и ждать своего часа. Берем фактически направлено на инвестиции. Вот статистика эта аккуратно надо, буржуазная. Раньше они писали, что сколько пошло из амортизационного фонда на, так сказать, приобретение странных средств. Сколько из прибыли. Сейчас они в одну кучу. Ну, не важно. Так вот, за эти 12 лет отправлено тоже 50 триллионов рублей. Вот этот остаток 45,7 триллиона рублей. Он не израсходован. Он не отправлен на инвестиции, а ждет своего часа. Где он должен ждать? Ну, где капиталисты должны держать деньги? Ну, не под подушкой, а где в банках? На депозитных счетах, где банки подают проценты. Открываем, значит, статистику другого уровня, называемый центральный банк. Он дает остатки и на расчетных счетах, и на депозитных. Пожалуйста, на 1 июня 2019 года, то есть на конец 2018 года, на депозитах юридических лиц лежало всего-навсего 12 триллионов рублей. Вопрос. Разница. Должно лежать вот 45,7, а лежало 12. Куда делась разница? 33,6. Как пел известный наш певец, где деньги? Зина. Да? 33,6 триллиона. Если разделим на курс доллара, сколько сейчас? 64, да? Ну, сколько приблизительно получится? Ну, более 500 миллиардов рублей. Их нету в стране. Значит, где они живут? Ну, ответ простой. Значит, они выведены туда. Вот и весь механизм российской экономики капиталистической и того, что делают правящие буржуазные российские классы. Вот он, вот такой механизм. Значит, часть денег амортизационного фонда, то есть денег, предназначенных на восстановление, даже не на развитие, на восстановление потребленных средств производства. И часть прибыли, которая предназначена на развитие. А еще, если копнуть и добавить, и часть невыплаченной заработной платы, все это перекочевывает через вот эти механизмы, вот туда. Ежегодно, постоянно. Если вы посмотрите статистику центрального банка, у них есть и раздел вывоз. Они называются вывоз капитала у них. Вот за эти годы. За все там 2000, по-моему, с начала 2000-х годов, сумма будет совпадать. Там где-то 500 миллиардов долларов и здесь. 500 миллиардов долларов. Вот она, так сказать, ларчик открывается достаточно просто. Значит, что, какие выводы мы делаем здесь? Вот такой вот у нас попался правящий класс. Что у них в головах? То есть они живут, не знаю как, в сегодняшнем днем. Даже о своем будущем, капиталистическом, завтрашнем день не думают. Вот, вот вводят деньги туда. Возвращаемся к империализму. То есть следует различать два понятия. Вывоз капитала и вывод капитала. То есть вывоз капитала, кто может сказать, вот за старшееся время, это что такое? Еще раз уточните. Вывоз капитала. Вывоз капитала. Капитал это что такое? Самовозрастающий. Самовозрастающий. Или вывоз стоимости с целью получения прибавочной стоимости. Кто прибавочную стоимость создает? Рабочие. Если вывезли капитал, российские капиталисты в какую-то страну, то значит, что они там должны построить завод? И оттуда примут получение. Да. Рабочие той страны будут создавать прибавочную стоимость, российские капиталисты будут присваивать ее и вывозить. А что у нас получается? Вот можно сказать, что это вывоз капитала. Скажем, центральной банды. А вот надо разбираться. На втором части мы разберемся, делаем небольшой перерыв. Вот про амортизацию вы сказали, что бухгалтер, он закладывает средства на амортизацию уже в издержки производства. То есть, получается, они уже учтены, а потом с прибылью еще нужно их откладывать. Нет, нет, нет. Значит, амортизация и прибыль это разные вещи. А помните, стоимость товара из чего складывается? Кому нужно жить? Стоимость товара. Обозначается бухгалтер и В. Страх из трех элементов. С плюс В плюс М. С это стоимость средств производства. В заработная плата. А М это прибыль. Вот амортизация связана только вот с этим вот, с этой частью. Со стоимостью средств производства. Это станки, с вооружения, машины, здания и так далее. А прибыль это избыток. Это избыток того, что он создает новую стоимость рабочий. То есть рабочий своим трудом переносит часть стоимости средств производства на готовый продукт. Вот он, С. И создает новую стоимость. В плюс М. В это его заработная плата. А М это прибыль. То есть С это только восстановление. Это я поняла. А прибыль? Вы сказали, что с прибыли он раздал. Нет, с прибыли идет накопление. А. Дополнительно. То есть все деньги, которые он получил, и то, что он раздал рабочим, это еще не прибыль. Прибыль это то, что осталось после того, что он раздал. Конечно, конечно. Нет, нет. То, что заработная плата, это не прибыль. Вот то, что осталось. И вот часть этой прибавочной стоимости он должен направлять на С-штрит и на В-штрит. То есть на дополнительное развитие производства, на дополнительные средства производства и на дополнительную заработную плату. То есть на получение новых рабочих. Вот и получается у нас расширение производства. Вот было такое в первый год, а второй станет такой плюс такой. И эти новые рабочие создадут новую прибавочность. Вот так все это должно расширяться. Вот эта вот сумма, вот из этой суммы, часть должна идти на расширение. То есть первая цифра, вот эта 48,7, она, грубо говоря, должна учитаться из 97 и 1? Нет. Не должна быть. Нет, это из 10. Она уже вычитана. Она уже вычитана. Вычитана, да. Вот если вот к этому добавить вот это, добавить заработную плату и затраты на оборотные средства, потому что не все затраты, идущие на приобретение постоянного капитала, относятся к основному. Я пока опускаю этот вопрос. Тогда получится стоимость всего продукта. Или обратно. Вот часть вот этого цифра, часть только какая-то. Ладно, я опускаю. Будем считать, что это основные фонды все. Так вот, 3,5% ежегодно отчисляется вот сюда. И за 12 лет получилась вот такая сумма. За 12 лет вся прибыль, вот эта вся, за вычетом того, что капиталисты платят налог на прибыль буржуазного государства, это вот это. Заработной платы здесь нет, естественно. Перерыв давайте сделаем. Я просто все равно до конца не поняла. Ну, как бы, как я услышала сначала у бухгалтеров, как бы, закладывать амортизацию в издержки, а потом, когда получается некий, ну, назовем это, доход, оттуда еще раз надо стернуть, получается, на амортизацию или нет? Я просто так далее, экономист. Средств за весь реализованный товар, да, посчитается то, что заложено на амортизацию, на зарплату, на складывательные материалы, остается прибыль. Закладывать, то есть, фразу заложить, она еще не означает того, что деньги эти туда пошли. Это типа плата в плане. После реализации товара. Я поняла, я думала, что это как-то, ну, как бы, влияет, например, на цену, там, то есть... Это заложено в цене? Влияет. Ну, вот, суда реально походили, а что-то отложили просто. Издержки производства включаются в цену. Спасибо. Анекдот по поводу расширения производства. Хотите? Гоню. Покупается целый цех, полтора десятка новых станков. Ставится. Разумеется, все оформляется как надо. Новые станки. Только что я везу, по-моему, Австрии. Весь цех стоит, если мне не изменяет память... Нет, сколько есть, не помню. Средняя цена одного станка почему-то, оказывается, 200-300 тысяч рублей. Ну, довольно странно. Это были. Они неудобны. Вы рассказывали, наверное, будут? Да. Почему новый станок стоит 300 тысяч рублей? Ну... Потому что он новый и здесь, в этом цеху. Да. А когда вот так вот к нему ножками приходишь и смотришь, где должно быть отполировано с точностью до соточки, там пятна ржавчины. Ну, такие. Вот от сих до сих. Там, где должно быть залито чистое масло, почему-то вода плещется грязная. Ну, да, и такой, наверное... Начинаешь выяснять, выясняется. Этот станок сначала работал в Германии, потом в Австрии, потом в Польше, потом стоял на свалке и, наконец, к нам приехал. Новый. Поддушный. А можно еще раз? Конечно. Вот расчетный остаток. Это что? То есть это... Расчетный остаток. А, разница. Это разница? Я пропустил здесь. Давайте, поясню здесь. Значит, вот эта сумма должна идти на восстановление основных служб. А из прибыли мы сделали допущение, что 50% идет на инвестиции. 50%. А 50% капиталист должен же хорошо жить, правильно? Честно, трудился. 50% это... Сколько? Тоже 48% получается, да? Вот 48% и 48% это получается то, что пошло на инвестиции. А фактически ушло вот столько. Грубо говоря, 100 триллионов должно было пойти на инвестиции, на развитие. То есть на восстановление средств производства и на развитие. А ушло 50%. Вот эта разница, как бы она должна лежать где-то на банковские счета и выбрать капиталистов. И ждать с него часа. То есть... Сейчас. А вот инвестиции из 100 триллионов, они откуда берутся? 100 триллионов? Вот. Из амортизационного фонда 50. И половина прибыли 50. Я округляю. Половину он проел, половина-то осталась, он должен отправить. Инвестиции это не амортизация, это уже другое или нет? Инвестиции это на новое. Инвестиции это по понятию на новое. Но в статистике рост статус. Инвестиции они все, все что идет на приобретение вот в этом году новых средств производства. То есть сюда входит и то, что восстанавливается старое, как бы они считают новое. Но вместо старого станка должны купить новое. И плюс на расширение производства. То есть под словом инвестиции все в кучу. А если еще, под инвестиции вообще, реальных инвестиций, ну на порядок меньше того, что под названием инвестиции идет. То есть по идее, в теории инвестиции это должно быть весь амортизационный фонд плюс половина прибыли. Получается 100 триллионов. Половина это наше предположение, что чтобы российская, так сказать, буржуазная страна не разрушалась. Получается вдвое меньше. Получается вдвое меньше раз из того, что должно быть реально, на самом деле это вот столько только лежит. А банки отчитывают, значит, 33,6% они просто куда-то укипили. Нет, в границе. Тридцать это 500 миллиардов рублей. Так оно и есть. Все экономисты, центральные банки же официально признают, что 500 миллиардов это вот. Они называют вывоз капитала, хотя там вывоз капитала, ну не знаю, дай бог 10%. Они имеют в виду, что это будет другая страна. Это мы на втором части поговорим. А кто вывозите, а кто не ввозит? Вкладывают в швейцарский банк или в американский. Да нет, нет. Основные страны, куда вывозят, как бы в кавычках, российский капитал, это... Ой, нет, конечно. Кипр, Виргинские острова, Багамские острова, Нидерланды, Люксембург. Сингапур. Вот основные страны. То есть, на Багамах, мне кажется, там не просто заводы строили, там вот из наших вот этих рублей, вот этих войсков, там, мостовые, как это, знаете, клеят вот так. А что мостовые делают? Клеят. Ну 500 миллиардов-то, вот, кстати, а деньгами. Да я шучу, издеваюсь. Ну как же, ну, казаховка... Там ни одного завода не построили. А потом... Это государственное, это часто. Это разные еще. Как они их хранят тогда, вот, в этих шорах? Это, как, в этих шорах. Значит... Вот мы начинаем разговор, что должны были на втором часе. То есть, вот эти деньги уходят в офшоры, прежде всего. Тут как в офшор. Из-за чего? Это такая тихая гавра. Где можно эти денежки слегализовать, не платить налогов. Так, в этих банках, там они хранятся, эти страны. А потом, большей частью, значительные, возвращаются в Россию. Но уже под видом, под соусом иностранных инвестиций. Ну, если понятно, боятся капиталисты, что здесь они набедокурили, наворовали, да, их могут посадить. Есть же такие примеры. Компания. Компания, когда и прочее. Вот так вот. И все, что это? А что такое венчурное? Ну, рискованное, считаю. Да, слабо-нибудь, рискованное. Рискованное. Аж расчетное остаток, должно быть, 45,6. Альфметика. А вот это за то, что я сейчас прошу? Ну, округление, наверное. А это сами капиталисты вот эти офшоры создают? Нет, эти офшоры создают капиталисты тех стран, где они создают. Я думаю, вольные двери. Есть список офшоров, да. Списали для того, они, вот те капиталисты, скажем, виргинских островов, вот создали для того, чтобы от этого что-то получить себе, правильно? В свой процент. Конечно. Зачем что-то создавать в производстве? Совершенно верно. С России ждали, где миллиардов долларов, которые... На самом деле, вовод капиталов, вывод прибыли идет не только из России. Из той же Америки, из земли, куда-то... А кто на этом уже... А зачем что-то создавать? Ну, не шесть процентов. Этим удобно, тем удобно. Того дела, что уходят, туда эти деньги надо, вот как... Какой-то шлимс поставить. Мы двигаемся дальше. Возвращаемся. Один из признаков империализма – это вывоз капитала. Мы уже несколько раз повторяли. Не буду. Один из слушателей сказал, что не стоит путать понятие вывоз капитала с выводом прибыли. Или с выводом капитала. И чем они отличаются? И это явление очень специфическое, свойственное российскому капитализму. Значит, вывоз капитала – это когда, предположим, российские капиталисты вывозят часть прибыли, строят в других странах заводы. На эти заводы нанимаются рабочие, граждане этих стран. Создают прибавочную стоимость, с которой формируется прибыль. Теперь российские капиталисты, вывезшие туда капитал. И эта прибыль возвращается в Россию. А что такое вывод прибыли? Это когда российские капиталисты выводят прибыли, полученные за счет прибавочной стоимости, созданные рабочими российскими, вот туда за границей. В офшоре. Что такое офшор? Безналоговая зона. Совершенно верно. Образно говоря, такая тихая гавань, куда заходят корабли. И не выходят. Нет, почему? Выходят как раз. Скрыться от були. А там финансовый план. Все шито-крыто. Мало налогов. И эти денежки можно легализовать. То есть предположение, что вот эти вот 33,6 триллиона, ну да, например, а если еще другие каналы, мы их опускаем, 500 миллиардов долларов. Вот они год за 12 лет. Ежегодно вот туда выводятся. В эти тихие офшоры. Частично. Обратно возвращаются в Россию. Но уже под видом иностранных инвестиций. Вот давайте разбирать. Посмотрела разную статистику, разные примеры. Ну, кстати, в отношении России некоторые говорят, вот, империалистическая страна. Берут какой-нибудь частный пример. Такая-то монополия, там, Роснефть или Газпром. Построила завод в такой-то стране. Вывоз капитала есть? Налицо? Ну, если завод построила российская монополия, значит, Россия империалистическая страна. Но, вот, вы правильно говорили, или кто-то, не помню, что признаком империализма является не просто вывоз капитала, а что? Превышение вывоза капитала над вывозом товара. Совершенно правильно. Вот, пожалуйста, берем 18-й год. Ну, за 19-й еще сведений нет. Вывоз капитала, по названию пока, потому что еще по содержанию надо разбираться, из России, другие страны, составил 35 миллиардов долларов. Запомнили эту цифру? А вывоз товаров 440 миллиардов долларов. Разница на порядок. Знаете, что характерно для российской, для российского капитализма, для российской, дружавной России? Вывоз товаров. Превышение вывоза товаров над вывозом капитала. Да. Вот говорят, Газпром, крупная монополия, это так? Так у нас входит список крупнейших монополий, правда, сырьевых. Ну, а то есть сырьевые нужны. Вчера я зашел на сайт Газпрома, посмотрел годовой отчет. За 18-й год, за 19-й нет. Знаете, все компании сейчас более-менее прилично обязаны публиковать данные. Финансовые, бухгалтерские балансы, в том числе годовой отчет. Страница 42-43. Там две карты на этой странице. Карты мира. Первая показывает, в какие страны Газпром вывозит товары. Весь мир, цвета Газпрома, за исключением, может быть, Центральной Африки, тех государств, которые расположены. И вот они докладывают, вывозят свои товары 130 стран мира. Более 130 стран мира. Это много. А производство, то есть вывоз капитала, только в 20 стран. О чем это говорит? О том, что, скажем, для Газпрома вывоз капитала не характерен. Вывоз товаров, причем сырьевые. Возвращаемся к вывозу товаров. Вот если мы залезем в статистику и посмотрим структуру российского экспорта. Что мы там увидим? Сразу можно догадаться, наверное. Сырье. Сырье. И продукты первичной переработки. Составляет 80, даже более 80 процентов структуры российского экспорта. Для каких стран, для каких типов стран характерен вывоз сырья? И сто лет назад было, и пятьдесят лет назад. Либо колонии, либо полуколонии, либо слаборазвитых, зависимых стран. То есть вот получаются цифры вот такие вот. Если Россия вывозила технологическое оборудование высокого уровня переработки, то было бы наоборот. Это вот другие страны нам это вывозят. Вот что касается вывоза капитала. А, нет, вывоза товаров не закончил. Вывоз капитала 35 миллиардов долларов. Но вроде тоже приличная сумма, так ведь? Вот интересно, нужно вот за этими цифрами туда залазить. Статистику она кое-чего дает. Во-первых, направление те страны, куда вывозится, я в кавычке буду слово брать. На самом деле это вывод, но в статистике пишут вывоз капитала. Куда выводятся эти деньги? Перечисляю основные страны. Значит, это Кипр, Люксембург, Багамские острова, Виргинские острова, Нидерланды, Сингапур, ну и еще ряд стран. Свободное, экономическое, свободное. Конечно, конечно. В Люксембург вывозим капитал. Годами вывозим, миллиарды. Там, это же маленькая страна, да, в центре Европы. Наверное, там завод на заводе российский стоит, да, ничего подобного. Что-то происходит в этих офшорах, продолжаем, скажем, тематику. Происходит легализация вот этих вот выведенных, и этих в том числе выведенных денег. То есть они там переводят с компанией на компанию, и потом опять, как я уже говорил, частично возвращаются в Россию, но под видом иностранных инвестиций. Потому что, если посмотреть, откуда, из каких стран вот эти иностранные инвестиции приходят, то то, что я вам назвал, оттуда и приходят. Ну, на первом месте пока Кипр. Самое любимое место, любимая страна российских капиталистов. Туда деньги вводят, а потом частично, не полностью, частично возвращают. Так, вот такие дела. Так, вот, и что у нас дальше? Почему вот такой России происходит? Что у нас за правящий класс, который живет сегодняшние дни, и все норовит денежки вывезти? В чем причина, как вы думаете? Потому что реакционный капитализм. Ну, общий империализм он реакционный. Вспомним признаки историческое место империализма. Ну, паразитический, если и так вспомнили. Почему? Ленин назвал империализм паразитическим. Мы на лекции рассматривали, давайте вспомним это. Нет, не только. Продолжение вашего тезиса, и то, что мы рассматривали, вывоз капитала. Почему Ленин назвал вывоз капитала паразитизм в квадрате? Во-первых, капитал это что есть? Паразитизм, поскольку высасывает прибавочный труд наемных рабочих. А вывоз капитала это что такое? Это как бы еще одно наступение. Нет, не только. И в своей стране высасывают соки из наемных рабочих. И из рабочих других стран. Вот он паразитизм в квадрате. Появление слоя, огромное слоя, рантия. Людей, которые палец о палец не дали живут за счет доходов от своей собственности. От капитала. Потому что если все это прокрутить в цепочке тысячи примеров, все равно мы придем к чему? Прибавочные стоимости создаваемы в дом рабочих. В конечном итоге. Там идет только перераспределение первичное, вторичное, третичное и так далее. Что бы мы ни взяли, откатать назад, все равно мы придем к этой самой прибавочной стоимости. То есть капитализм, он реакционный строй, конечно, паразитический. Сам по себе. Но, берем, так сказать, современные страны. Империализм. Они же разные есть. Вот в России, ну никак не могут. Теперь вот эти все разрушают. Есть же примеры, когда развивают производство? Есть. Значит, с точки зрения развития. Вы диалектику изучали. И до этого было, значит, кто вспомнит, кто знает, что такое развитие. Какой у нас был первоначальный тезис в самом начале занятия? Что капитализм есть форма развития производительных сил. А в развитии что есть? Две тенденции. Какие? Проходили понятия? Развитие от низшего к высшему. Нет, и развитие, да, это движение низшего к высшему, простого службы. Но в развитии есть две тенденции. Двух диалектик изучали. Какие две? Развитие и деградация. Точнее. Прогресс. Вот, и? Совершенно правильно. Спасибо, Дмитрий Ильич. В развитии есть две тенденции противоположные. Первая – прогресс. Собственно, вот это развитие. А вторая – в диалектике мы должны всегда вторую взять противоположность, регресс, движение назад. И в капитализме тоже это проявляется. А раз оно есть в капитализме, то что тогда? Мы уже знаем основополагающее положение исторического материализма. Какое? Общественное бытие. Вредя это общественное сознание. Поэтому вот это общественное бытие, оно есть и в головах у представителей правящего класса. А раз оно противоречивое, то и там тоже. Ну вот так получилось, что на протяжении трех десятилетий, скажем, у власти, в России находятся представители того направления, у которых мысли смотрят назад туда. В сторону капитализма, свободной конкуренции. То, что мы называем либеральное направление. То есть все те, кто определяют экономическую политику, у них в головах либеральные мысли. Это Центральный банк, Министерство финансов. Называется у нас Министерство экономического развития. А в головах вот эти вот либеральные мысли. А либеральные мысли, они вот отражают вот это движение назад, что вот капитализм, свободная конкуренция – это идеал. Идеал. А здесь два вывода можно сделать. Мы можем вернуться в 200 лет назад? Нет, конечно. А если будем туда двигаться, мы к чему придем? Что будет просто разрушение, конечно. Будет разрушение. И вторая мысль. Вот при капитализме, свободной конкуренции, как все должно развиваться? Вот капиталисты сами, вот эти функционирующие капиталисты, должны между собой конкурировать, правильно? А что должно делать государство? Буржуазное. И те чиновники, и там министры, и депутаты, которые там сидят. Что они должны делать? Создавать вот эти условия для конкуренции. Ну да, да, да. Уж сам по-простому. Регулировать. Да вы что регулировать? Это противоречит идеалам свободной конкуренции. Отвечаю просто – ничего не делать. Но если в голове сидит такая мысль, что капитализм свободной конкуренции – это идеал, то, что нам нужно. Поэтому чем меньше вмешиваться государство туда, тем лучше. Чем меньше вмешиваться, то есть что должен делать министр, вот этот либерал? Он с утра должен прийти на работу, все в кабинет. Что он должен сделать? Закрыться на ключ, отключить телефон, отключить интернет и ничего не делать. Так вот. Потому что капиталисты должны сами, без вмешательства государства развиваться. Можно это делать в современных условиях, вот при том империализме, который сейчас является государством, монополистическим капитализмом, когда вот эта тенденция первоосновная, а именно тенденция государства монополистического регулирования, вот она определяет, нельзя. И будет просто разрушение. И вот я несколько огрубил ситуацию, скажем так. На самом деле все-таки противоречиво. Если отслеживать задействия российских капиталистов, то они вот иногда прямо противоположны. Вот они все время твердят. Свободная конкуренция – это наше все. И периодически говорят, мы за развитие мелкого производства. Бывает же такое, да? Постоянно. Не просто бывает, совершенно правильно, мне поправили. Постоянно, ежедневно. И вдруг неожиданно. Они говорят, ну вот, вот так обстоятельства, мы вынуждены создать объединенную авиастроительную корпорацию. Вот это она противоречит нашим идеалам, да? Свободной конкуренции, либеральной ценции. Ну вот, вот, временно вынуждены. Вот мы вынуждены должны создать объединенную судостроительную корпорацию, так? И так далее, и тому подобное. То есть люди не понимают, что весь капиталист двигается туда. Я вот... Сейчас есть закон? Вот для меня было несколько лет назад откровением, когда я взял в руки очень толстую книгу, тысячу страниц, так сказать, издание института, академического института нашего, российского, США и Канады. Называется «Федеральная контрактная система». Вот в головах, представляете, так это, если посмотреть по верхам, что в Соединенных Штатах Америки там идеал, да, свободной конкуренции, ничего подобного. Стержень всей, так сказать, экономической политики, регулирования буржуазным, так сказать, государством, американским и монополиями составляет американский госплан. Вот я приведу две цифры только, которые, так сказать, в этой книге. Значит, 90% номенклатуры, номенклатура – это перечень поименный, да, продукции, планируется. То есть идет через государственный заказ. Мне кажется, в СССР такого, может быть, и не было. И планы они составляют, у них стратегические планы, аж на 15 лет. До 15 лет. В СССР было пятилетка, самое большое. И вот последнее, сравнение. Значит, действовало, ну, это было издание, по-моему, 12-го года или 10-го, неважно, 2000 государственных программ. То есть мы понимаем, что в рамках частной собственности создать единый план нельзя. Ну, что может делать бы ужасное государство? Программы отдельно делать. Объединять их как-то. Координировать. Замеувязывать и по финансу потоку, материальные вещества и так далее. 2000 программ. Запомнили, да? Они самые разные. Ну, из того, что мне запало, так сказать, голову, например. Важно, когда, скажем, и население, и, так сказать, и государство знает точные прогнозы погоды. Но чтобы предусмотреть, например, какие-то стихийные бедствия, так, пожалуйста, сделай они программу. Америка большая по площади страна. Вот они понатыкали всех этих необходимых метеостанций современных передовых. Там, говорится, за 2-3 часа уж точно все знают, что будет. А то еще за день. То есть, высочайшую, ну это что, программу государственную. Они так, что вот, они сидели, ничего не делали. И вот капиталисты частные, вот они, кто в Аризоне сделал, кто во Флориде, да, кто еще. Нет, государственная программа. А что у нас, значит, запомнили 2 тысячи программ, так. Сколько действующих программ в России тоже есть. Действующих программ в России. Угадайте. Поиграем. Ну, вы совсем плохо думаете о наших капиталистах. Неужели два десятка? Сколько? Неужели два десятка? Уже теплее. Помните детская игра? Теплее. Значит, 50 программ, из них финансируются, ну, наверное, вот, как вы сказали. Вот такие. Причем, если в содержание этих программ зайти, вы можете зайти на сайты министерства. А он экономический раздел, Минфина, там есть разделы. Интересно. Значит, была программа на одно время санкостроения. Ну, вообще, если мы возьмем промышленность, ядро экономики, это промышленность, так? А промышленность, ядро какое? Станкостроение. Будут станки, будет все остальное. Значит, что произошло за эти, там, 25 лет? Со станкостроением России. Уничтожено было. Уничтожено. Нет деградации, когда сам по себе. Сознательными действиями уничтожено. Опомнились, да? Кто-то там на каком-то уровне, в этих кабинетах. Создали программу возрождения станкостроения в России. Нужное дело? Нужное. Год профинансировали, потом бросили. Вот она там в списках была, но не финансировали. А что у нас не финансировали? Ну, ничего не было. Зато что финансируется? Программа в СИН. Как расшифровывается? Федеральная служба исполнения. Ну, вы все знаете, да. Значит, что в этой программе, как вы думаете, заложено? Коллекторские агентства? Да ну что, это частные компании. Федеральная служба исполнения наказаний. Это же выживание. О! Ну, я понимаю, что без тюрьмы ни одно нормальное государство жить не может. Как еще в Царской России, когда создавали город, что строили? Две? Два здания было. Церковь и тюрьма. Да, понятное дело. Ну, вот это финансируется. Я с некоторой иронии говорю, ну, вот положите начавшую историю. Вот передовое государство, ведущее империалистическое, имеющее, ну, наверное, в совокупности самый высокий уровень производительности труда. Уровень производительности труда в российской промышленности составляет 20% от уровня производительности труда американской. Вот это соотношение, да. Там мощное государство монополистическое регулирование. А у нас туда-сюда вот такой развал. Значит, я закончу. Потом пошел вопрос. Забуду. У меня проспать. Ну, и хорошо, мы пообсуждаем. Интереснейшая, я скажу, статистика, которая отражает состояние дела и вообще, что в головах у правящего класса. И что ожидать. Вот на РУССТАТе есть, дается статистика ВВП. Что такое ВВП? Валовой продукт. Внутренний продукт. Замечательно, да. В нем есть основная часть, воловая или валовая, добавленная стоимость. Это новая стоимость. Я детали убираю. Вот это вот новая стоимость. Вот это вот совокупная общественная продукция. Так? Ну, вы бы считаете, это воловая. Вот это, в этом смысле, новая стоимость. Ее называют добавленной стоимостью сейчас, буржуазно-экономическую. Ну, или практически идентичные, схожие понятия. Так вот, в России в 2018 году, не, за 2019 год, валовая добавленная стоимость составила 81,5 триллионов рублей. Это очень много. Вот такой валовая добавленная стоимость создает огромную сумму. Но здесь есть подвох. Что такое ВВП? Чем это отличается от совокупного общественного продукта настоящего? Кто может сказать? Может помнить? Нет, да? Включается стоимость услуг. Правильно. Совершенно правильно. То есть, ВВП включает не только стоимость произведенных товаров. реальных вещей и продуктов, да? Рабочий создает. Стоимость услуг. Вы знаете, у нас это дело такое интересное. Вот посмотрим статистику. Значит, что стоит на первом месте? По вкладу в валовую добавленную стоимость, по отраслям экономики. Банк российский. О, вы почти угадали. Это второе место. Такая игра, по-моему, есть на телевидении по воскресеньям. Значит, не буду мучить. На первом месте торговля. Я буду округлять. Она внесла вклад 11 триллионов рублей. А что такое торговля вообще-то? Это только смена форм стоимости. Там же не создаются товары, они реализуются. Но можно допустить, что частично есть производительный труд в торговле, когда речь идет о перевозке товаров. Значит, на втором месте вы попали в точку. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом дала вклад в российскую добавленную стоимость 8 триллионов рублей. Вот зря в этом стоять. Ну что, сколько вы за день производите? Ну, приблизительно. На 100 тысяч, на 200 тысяч продукции. Ну, вот так вот. Вот у нас 20 миллионов рублей, но ничего вы не производите. Вот она. Видите? 8 триллионов. На третьем месте, действительно, производящая часть экономики, это добыча полезных ископаемых. 8 триллионов, почти что. 7,9 десятых. На третьем месте. Вот. Но только на третьем месте. Ну, вы обратите внимание, что в структуре вот этой добавленной стоимости российской экономики никаких пока еще нет обрабатывающих производств передовых, машиностроительных, электронных, электрических и так далее. Не буду мучить дальше, что бросилось в глаза. Есть такая статья, прочитаю, как она называется. Деятельность в области права бухгалтерского учета, деятельность головных офисов, головных контор, деятельность и консультирование по вопросам управления. Значит, вклад вот этих консультантов, деятельность головных контор, ну, наверное, высоких руководителей, всех видов, значит, 830 миллиардов рублей. Для сравнения, для сравнения, производство электрического оборудования составило всего электрического оборудования, это важнейшая часть вообще промышленности экономики в стране, 216 миллиардов. Производство машин, а, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, это в передовое, да, направление технического прогресса, 532 миллиарда рублей. По-моему, Михаил Ломонозов сказал, что в свое время Россия прирастать будет в Сибири. Ну, вот, похожие наши руководители, буржуазные, считают, что могущество России будет перерастать консультационными услугами по вопросам управления, да, и деятельность головных контор. Вот можно, конечно, орионизировать, смеяться над этим, но, к сожалению, факт. Он отражает то, что в головах. И это отражается в действиях, в конкретных действиях российского буржуазного государства. Я хотел спросить, вот в процессе этой деградации и поддержки мелкого бизнеса и рынка свободного конкуренции, крупный капитал в России, это что делает? Почему не в России церковь? Значит, вот такой он крупный капитал. Из того, что мы сегодня наговорили вместе, мы можем сделать следующий вопрос. Первый вопрос. Какой он крупный капитал? Он в передовых отраслях, определяющих научно-технический прогресс или в чем? Во второй вопрос. Добыча полезных ископаемых. Вот перед, прежде всего, да? Вот это всякая недвижимость. Вот что такое деятельность по операциям с недвижимым имуществом? Ну, я совсем упрощаю. Предположим, у вас есть квартира, да, мне денежки, вы мне продали. И это вот вошло сюда частично. Я через месяц продал кому-то, что-то там, какие-то суммы. И это опять вошло сюда. Здесь же нет ничего, реально, товар не производится, смена в форсовском и так далее. И это первое. Второе, вот чем занимаются, что в головах у этих самых капиталистов, крупных, типа, ставших олигархами, да? Вот они же вот этим занимаются. Они этим занимаются. Ну, примеров масса. Вот я, так сказать, связан с этим делом. Неизмежно читаю газеты, и коммерсанты были разные, и ведомости, и прочее, прочее, уже годами. Примеров сколько угодно. Вот был огромный химический комбинат, химическая производство, по-моему, азотных, калимных, удобрений. Может, вы слышали такую фамилию? Господин Рыболовлев. Один из крупнейших миллиардеров, долларов, да, российских. Ну, вот несколько лет назад, неважно когда, значит, гарант Конституции его прописочил публично. Что там за безобразие? Ведь мы не рассматриваем эти методы, нам это не нужно. Но один из методов, когда вот российская компания производит какие-то товары, все туда закладывается. И армортизация, и прочее, 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 прочее. Но делается фирма, и вот называется прокладка, вот в этом офшоре. И вот эта настоящая производственная компания, которая производит какие-то реальные товары, по демпинговым ценам, демпинговые цены, это какие цены? Низкие, да, заниженные, заниженные. Продают вот этой фирме, где может только директор, да бухгалтер, расположенный в офшорах. Все. Вот что у нас здесь в России происходит? Вот не платится зарплата, там, маленькая, не повышает, не индексирует. Приходит рабочий, генеральный директор, ну, и ничего не умудрит. Ты обманываешь нас. Да пожалуйста, вот мы наш отчет, видите, нету прибыли, нету. И это правда. А там что? Вот эта фирма-прокладка, она уже по мировым ценам реализует эту продукцию. Вот это. Где прибыли концентрируются? Там, уже сразу там. Ну вот это было явление, с которым вроде как российское буржуазное, так сказать, государство стало бороться. Мне просто запомнилось это, когда сам Владимир Владимирович Путин сделал окрик. Да что это там за безобразие? По заниженному цену продают? Вот этот господин Рыболовец. Непорядок. Но он же умудренный товарищ. Вот, что он сделал? Это он и делал. Он что, исправился? Нет. Он сделал очень просто. Он тут же продал свою фирму за миллиарды долларов, да? Там укатил туда. Идем, все-таки, все-таки, у него миллиарды, он не знает, куда их девать. Я говорю, слышу, а там тут какие-то футбольные клубы покупают, баскетбольные там, картины и так далее. Вот и весь российский капитал. То есть, вернемся к понятию капиталиста. Кто такой капиталист? Если мы капитал отбросим. Это персонифицированный капитал. Что значит персонифицированный? Ну, капитал, который воплощается в человека, да? Персонифицированный. А капитал что такое? Самая возрастающая. Какая стоимость, еще раз, дробьте, самая возрастающая стоимость. То есть, она должна возрастать за счет эксплуатации рабочих. А у нас в массе своей, какая она? Как Михаил Васильевич, метка от МИКа, самобывающая. Самобывающая, потому что все, что вот создается трудом, да, рабочим, ну, в том числе, ему нужна организаторская способность. То есть, оно все вот это вот частичество, по кусочкам, по частям, уходит. У нас самобывающая. Вот какие российские капиталисты у нас. У нас в массе своей. Есть отдельные исключения. О чем мы говорили? Но пока в целом я констатирую факт, я приведу вот это основное, пускать, показатель, который я, по-моему, говорил, что объем промышленного производства России составляет, ну, не более 90% от уровня объема промышленного производства РССР в 90-м году. За 30 лет. Хотя, возьмите пример из истории, они очень простые. Хоть там довоенные, хоть послевоенные. Ну, 5 лет, может, маловато, но за 10 лет можно экономику поднять снизу. Вот, на высоту. Та же Германия восстановилась, ну, неважно там. Та же Корея, пожалуйста, Япония и прочее, прочее. Примеров много. Китай. Китай. Китай, конечно. Ну, вот последний, примерно, в прошлом году, в начале прошлого года, вы знаете, что в России принято решение повысить индейс, налог на добавленную стоимость. Что значит, повысить налог на добавленную стоимость? Это значит автоматом, ведь эти затраты пойдут в издешние производства, все капиталисты будут вынуждены это сделать. Значит, цена производства вырастет и пойдет рост цен. Значит, Минфин отчитался, они получили там очень большую прибавку, за 9 месяцев 500 миллиардов было, рублей, много. А как это повлияло на производство? Ну, стояло. Вот я смотрю, кажется, смеяться вроде как неудобно, надо плакать, как наша статистика буржуазная, как это Министерство экономического развития, Минфин, там вот пышились, как они вот хотели эти темпы роста, но никак не получалось на них, никак. Вот они замолчали, молчали, 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 они всегда подозрительные, да? И вот далее, 1,2% выросло. А что сделали в Китае? Вот в то время, когда у нас повысили, там снизили. Снизили. Может быть, это там какой-то процент меньше там, но в итоге китайская экономика выросла за прошлый год за 6 с лишним процентов. И они с лихвой за счет роста объема производства компенсировали снижение. Вот два примера. Как думают? Я пока не беру там, как сказать, страна социалистическая, капиталистическая. То есть вот в головах. А в головах есть отражение вот этих объективных тенденций. То есть вот эти тенденции к капитализму, которые тянут туда-назад, регрессивные, они вот отражаются в головах. Ну, такие дела. Значит, я к чему это рассказываю? Оно все интересно. Нам-то нужно к чему? Последний вопрос. Ведь империализм – это какой строй? Это строй, не строй, а тот этап развития капитализма, между которым и социализмом никаких промежуточных ступеней нет. Если речь идет вопрос об объективных предпосылках социализма. Вопрос очень простой. Поскольку и здесь идут споры, будут неожиданно. Вопрос вроде ясный с одной стороны. Проходит какое-то время, в одном место, в другом начинают спорить. Чтобы совершился переход в социализм. Что рабочему классу, который является единственной материальной силой, которая делает переворот в капиталистическом способе производства, что выгодно, когда был развитый капитализм или какой-то такой разрушающийся? Вот очень простой вопрос. Объективно выгодно. Почему? Потому что когда есть на базе чего, как бы, строится цель. И это правильно. А до строительства надо еще переход совершить. Монополия, потому что уже есть государственная, получается, строительство только. Правильно, да. Как Ленин писал, что единая капиталистическая монополия, государственная капиталистическая, но обращенная на пользу всего народу, и поэтому переставшая быть капиталистической, на деле означало бы социализм. Есть очень простые примеры. Я привожу иногда, так сказать, в дискуссиях, меня все пинают, противники, это бульгарно, совсем примитивно понимаешь. Но если рабочий класс, в соответствии с марксистской теорией, является единственной силой материальной, которая способна совершить переворот в капиталистическом, то для начала что он должен быть? Быть налицо. Он должен быть наличным. Правильно? Если его нет, то кто будет совершать? А чтобы он был, откуда он появляется? Ну, появляются заводы. А кто организует строительство заводов? Капиталисты. И если российские капиталисты будут развивать производство, строить заводы новые, что будет? Больше рабочих. Правильно? То есть капиталисты российские строят заводы, любые капиталисты, тем самым создают материальную силу, которая уничтожит капитализм. Как писал Марс такой термин, могильщики, они как бы создают могильщиков капитализма. А если они разрушают заводы? Насложняется, осложняется ситуация. Ну, так это получается намеренно делается? Я не думаю, что они дошли... Я думаю, что они до такого не дошли. Здесь проще. Какая цель капитализма? Получение прибыли. Любой ценой. Вот она же, любой ценой. И они, как показывает история, до последних 30 лет. Основной путь какой? Взять завод, разрушить, все продать. Когда ничего не останется, вызвать газорезчиков, да, которые металлические конструкции, и на металлу. Все. Ну, дошли. Есть и другие примеры, но они пока. То есть, вывод такой, что тенденция разрушения не остановит. То есть, она, значит, преобладает. То есть, на самом деле, возвращаемся к развитию, да? Это вот единство двух тенденций. Прогресс и регресс. Регресс, к сожалению, у нас преобладает. Давайте вопросы или выступления желающих. Надо заканчивать нам. Мне еще хочется несколько... А как вы постоянно пеняете в сторону какой-то некой конкуренции, которая вот есть, допустим, в западных странах, там где-то в среднем сегменте вот это то, что выводят? Якобы там и банков много, там, и конкурируют, и какой-то меркой производителей. Выдают желаемое за действительное. То есть, там и было нет? На самом деле, это есть, их называют сегменты, сектора, но они не определяют лицо этих развитых экономик. Вот что не возьмите, какую отрасль не возьмите, да? Давайте положим сейчас что-то. Вот в России у нас еще от советского периода остались две отрасли, которые котируются из передовых. Первое – это вооружение. Вот пока еще там соображают наши руководители. И то, наверное, вынуждены, потому что поняли, если они не будут поддерживать военное производство в России, то до них доберутся и постигнет судьба. Саддама Хусейна, Каддафи и прочее. Второе – как атомное. Ну, атомное – это эксклюзив строительства атомных электростанций. Не многие страны могут себе позволить. А что остальное? Вот все, что определяет жизнь человека. Ну, скажите, у нас производят автомобили свои? Высокого качества – нет. Поезда у нас производят скоростные? Нет. Да ничего. Вот, вот и правильно сказали. Практически ничего, да. Ничего. И что? Вот все, что мы сейчас назовем – телефоны, да, станции эти. Теперь уже Китай, да? Уровни 5G. Сапсаны, автомобили, самолеты. Они что производятся на мелких или средних предприятиях? Ну, что же смешно будет. Ну, зайдите на сайт того же Boeing или Airbus. Там сотни тысяч, по несколько сотен тысяч человек работают. Это, по сути дела, огромные комплексы сотен предприятий с десятками тысяч работающих, взаимовязанных в одно целое. Вот что определяет лицо современного государства монополистического капитализма. Можно прокомментировать уже? Что? Можно я тоже прокомментирую? Пожалуйста, да. Нужно это что? Некоторая конкуренция есть вот на этом уровне. Вот на уровне производства шариковых ручек. В городе их производят три предприятия. Маленькая проблема. Из них худо-бедно-независимым является только одно, потому что там имеются связи во властных структурах. Два других на... Что-то там очень много лет вперед связаны договорами с фиксированными ценами, ну, например, с КОМС. Все. Чихнуть это предприятие уже не может. Оно уже во всем договорилось. Это свободная конкуренция. Да, это хорошо, чтобы даже на этом уровне так он не... Это, кстати, к вопросу о слиянии торгового и промышленности этого. Спасибо. Давайте заканчивать. У меня еще есть вам задание. Пожелаю. Да, у меня вопрос еще был. У-у-у. Вопрос от Анны Жарковой. Виктор Иванович, к борьбе за интересы жителей дома, например, за сохранение парка возле дома, можно назвать предпосылкой возникновением социализма? Я думаю, нет. Предпосылками социализма является крупное машинное производство. Это такая связная борьба, но это далеко очень стоит. То есть, еще раз, крупное машинное производство и организация, организованная борьба рабочих через профсоюзы, создание рабочих завоосновочных комитетов. Вот они, те предпосылки. Вопрос от Ивана Фролова. Ленин цитирует Сименса. Акция в один фунт стерлинга в 20 марок есть основа британского империализма. Почему дешевая стоимость акции является основой империализма? Значит, здесь не идет речь о дешевой стоимости акции. Этот пример говорит о другом. Что акционерные общества, вот они явились основой не только английского, но и других империализмов. А что такое акционерное общество, о чем мы говорили? Ну, это фактически форма монополии. То есть, вот Ленин приводит образный пример того, как шло развитие империализма, в том числе и в Англии. Через концентрацию, централизацию производства, развитие акционерных обществ. А вот дальше, вполне возможно, они образовывались путем распространения этих акций среди большого количества населения. Но потом все равно это концентрируется в руках финансового капитала. Приведу аналогию России. Вот была приватизация. Всем честно, Чубас обещал. По две Волги. И даже те, кто на эти ваучеры купили акции, что произошло? То есть, вроде все было распылено, да? Вот оно, бесплатно даже. Не то, что дешево, а бесплатно. Раздали. Все купили акции. Что потом произошло? Тихой ЦАПы. Неизбежный процесс в любой стране. Процессы укропнения акций. Это что значит? Это значит, выиграть всю мелкоту, миллион людей, вот так вот, выкинуть. И кто в роли остался? Городила, финанс, олигархи. Вопрос у вас? Я просто такой. Я слышал такое слово, сочетание «компродорский капитализм». Вы объясните, что это? Компродорский – продажный капиталист. Вот, который, скажем, здесь живет капиталист. У него есть заводы, ему принадлежащие. Он эксплуатирует рабочих. Здесь получает свои прибыли. Вот в этой стране. А все выводит там. И при этом еще попутно. Вот ругает Россию. Какая она плохая, гадкая, несчастная. Вот это кобра. То есть это применимо? Конечно. Конечно, да. Можно я закончу по желанию, а то я забуду. У нас все время подходит к концу. Значит, 4 часа было в прошлом у нас, в семестре, и 4 часа сейчас. Вот мы чего-то ухватили, вот такими кусочками. Диалектике как вообще нужно? Требование диалектики изучать. Системно, да? Берете так, потихонечку, развертываете, развертываете. Что это дело? А мы вот так вот похватали немножко. То есть системы, конечно, нет. Это неизбежно. Из-за того, что мы взяли какие-то основные проблемы. Я хочу вам пожелать, чтобы вы самостоятельно взяли в руки капитал. Ну и, конечно, науку-логики. Нашли бы время по изучению. Потому что, закончив первый курс, вы попадаете в первое отделение, во второе. А второе отделение, оно до конца жизни. Это самостоятельное изучение. Я хочу сказать, что есть прекрасные примеры и результаты. Вот у нас товарищ есть общий, Лукьянов Александр Владимирович, который прочитал капитал уже и диалектику осиливает. И сейчас пишет статьи, прекрасные статьи. Ну вот разбирается не хуже маститых там кандидатов и доцентов. Я не говорю о буржуазных вообще, подметки не гоняется. То есть все по силам. Что в практическом плане? Ну не только за рассуждать. Надо и считать, как мы немножко посчитали. Я всем рекомендую настоятельно посчитать, особенно слушателям из других городов, стоимость рабочей силы. Сейчас уже слушатели Красного университета, выпускники, образно говоря, как орешки, щелкают расчет стоимости рабочей силы. Это важный этап к дальнейшей работе. Какая дальнейшая работа? Те, кто работают на промышленных предприятиях, прежде всего, это подготовка коллективных договоров. Значит, у нас на сайтах фонда рабочих академии и ВКонтакте, и основной сайт, и Московского регионального отделения размещены некоторые коллективные договоры. Прежде всего, наверное, самый сегодня передовой, это первый коллективный договор первого контейнерного терминала морского порта Санкт-Петербурга, который все берут за основу. Я вот хочу пожелать вам в дальнейшем этим заниматься. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok